всем привет продолжаем небольшие обзоры по star citizen сегодня попытаемся в очередной раз сделать обзор по очередному кораблю это будет хортер гражданской версии их всего лишь пять модификаций одна из которых гражданская истребителя другой для скрытых операций один как бы боевой на двух человек и 3 который практически в игре не должен быть доступен но возможно у кого-то по предзаказу раннему этот корабль будет хортер который будет базироваться на бенгале который военный и не для гражданского использования ну поехали вызывать корабль в надежде что я не разнесу его в клочья как было с мустангом так как видите сегодня здесь людно народ толкается очень интересно дважды хортер давайте возьмем этот док 1а бежим 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 к шлюзу да бежим 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 и все 6 5 так вот почти что-то брались до нашей посадочной площадке и что этому товарищу нужно ничего завис и исчез так вот смотрите хортер гражданской серии а я я и как же это к моменту кустил вот он улетел constellation красивый корабль я много смотрел обзором хотел бы конечно полетать но предзаказ я не готов за него сейчас отдать столь большие деньги ладно вернемся к нашему хортером это вот такой вот красавец ну может быть он не такой красивый но довольно таки с мощным вооружением это чисто машина смерти можно сказать которая изначально служила для защиты бенгала в общем такой довольно таки хищный вид у него массивный брутальный давайте попробуем на нем полетать на буковку о фонарик так идут наши посадочные этот корабль одноместный он не предназначен для длительных перелетов рассчитан на то чтобы где-то вести бои очень лет рядом от корабля носителя довольно таки своеобразный кокпит посмотрим что как у нас он выглядит снаружи так мы в кабине выглядим ну что ж попробуем полетать и не разбить как предыдущий корабль так 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 то и то и Найдем сегодня приключение на свою пятую точку или нет? Так, вот оба нам слетать. Ну давайте себе слетаем. Корабль из-за тех пор. Так, какие-то вражеские цели. Что-то график круто. Да, сегодня что-то как-то у нас неудачно. Мы до сих пор не можем из полетного режима выйти. Ух, слишком чувствительно. Что же такое? Почему эта скорость не добавляется? Утого глядя опять еще разобьемся. Ладно, попытаемся куда-нибудь слетать. Надеюсь, мы все-таки выйдем из этого режима. Игра все-таки. Свойства с боевыми. Часто. Зачастую у нас просто просто попасть. То, что сибирь вообще очень мало. О-о-о, о-о-о, нет, нет. Почему так у нас скорость большая? Ну вот какой-то глюк, наверное, впоймал игры. Корабуль просто не управляем. Либо просто рассинхронизация с сервером. Ай-ра. Ай-ра. С Berkeley. В ухо. В ухо. В ухо. В ухо. В ухо. В ухо. да к сожалению в поймали бах какой-то что можем не остановиться ничего либо просто графика сбоит еще раз попробуем прыгнуть надежде что мы слики выйдем спешкового режима кто-то помог никак не хочет выходить к сожалению а так хотелось найти не нпц в которых можно пострелять что-то мне не судьба явно на хортере хоть попробовать хоть малость повоевать а а вернуться сможем сесть Ну наконец-то мы шли из режима прыжков. Попробуем сядем что ли. Так, поменьше скорость нужна. Что-то не получилось мне автопилот воспользоваться посадкой. Тихо-тихо. Куда-то он меня отправляет ни в ту сторону. Ну как же тут посадить-то корабль? Если даже автопилот отказывается мне это делать. Ой. Я наверняка все-таки не на свои посадочные полосы зашел. Тихо-тихо. Слишком чувствительно к мыши. Попробуем. Попробуем. И сам при этом убился. Ребят, наверняка на этом. Попробуем. Закончим. Нашу серию. К сожалению, и на Хортере так и не получилось повоевать. Даже приземлиться не смог. Даже приземлиться не смог. Возможно, десинхронизация, потому что выбрали автоматическую посадку. Вон он завис у нас в воздухе. Да, и я еще не разобрался, как вручную это можно посадить без проблем. В общем, буду тренироваться. А вам всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok